ссылку с названиями классов которые вы можете использовать ну то есть например ты не знаешь как назвать определенную секцию или блок да а там ты можешь посмотреть но возможно найдешь там ответ то есть как лучше назвать определенную секцию или блок смотрите ребят вам еще сегодня нужно будет не сегодня в принципе прямо сейчас возьмите стартовый вот этот шаблончик который мы всегда подключаем вот страх только мы его немножечко под редактируем то есть уберем то что нам точно нам сегодня не нужно будет в принципе это будет обычная заготовка просто с мета тегом и кодировкой и все то есть вот что у нас остается сейчас я увеличу то есть у нас мета кодировка и viewport и все в принципе ну и стиле единственное что наши подключим сегодня мы будем знакомиться с новой темой это б м сейчас все будет подготовьте пока а а а а а и 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 будет всем было на всю жизнь ребят, до суда видно? да не всем, да? хорошо это готово? да а тебе до суда видно будет? нет, вот это а, блин, да нормально, да так, это все подготовили, да? нет еще 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 подчистить скрипты и, ну, в общем, от подключения всего бутстрапа она не нужна а, скрипты выбирают, да? да, выбираем скрипты, стили и все а, скрипты как обычно разметка ну, да, только единственное на сметах остается ну, просто, чтобы скопировали и все ровно было победа есть, да? да что же такое BEM? вообще, для чего это все нужно? BEM это одна из существующих методологий в целом написания проекта поддержки его то есть, мы когда начинаем писать, да? как мы сейчас, да? что-то делаем мы создаем какую-то разметку .tml создаем какие-то классы примерно делим нашу страницу на блоки, да? на секции а в секциях у нас есть какие-то блоки по смыслу в этих блоках есть элементы, да? например, там хедер большая большой там первый в нем у нас есть навигационная панель заголовок в навигационной панели у нас есть логотип есть там сам на в нави есть ссылки, да? и так далее для чего нужен BEM? BEM нужен именно для того чтобы было удобнее удобнее писать классы для блоков элементов и удобнее было это все поддерживать одно из его преимуществ если соблюдать методологию у вас если вы будете писать по методологии BEM у вас будет модульный код что это значит? например, вы создадите какой-то элемент навигацию да? в целом и перетянете ее в любое другое место в вашем проекте то она никак не поломается то есть у нее не будет никаких зависимостей от того места где она располагается ну например та же кнопка да? кнопка в хедере вы ее переместите в футер она как была там такого же цвета таких же размеров такие же такие же свойства она и оставит то есть скажем так каждый элемент каждый блок он не точнее каждый блок не привязан к определенному месту все модульно то есть по кусочкам грубо говоря мы создаем кусочки из которых собираем нашу страницу а непосредственно B объяснение самого названия B это у нас идет блок вот так вот сделаем это у нас идет элемент и модификатор блок элемент модификатор у нас давайте предположим у нас есть кнопка на странице да у нас есть блок в котором будет находиться элемент кнопка то есть элемент это будет у нас именно кнопка что же такое модификатор модификатор это модификатор может описать разное состояние кнопки например вы нажимаете на кнопку она там меняет стиль да например если сделать какую-то 3d кнопку при нажатии на нее когда она становится активной у нее может появиться модификатор то есть применится какие-то другие стили например например модификатор форма когда вы заполняете форму изначально форма у нас без модификатора то есть она не заполнена например вы ввели как-то неправильные неправильно данные ввели да и у вас форма там в том поле где у вас неправильные данные подсветилось красным. Что в этот момент могло бы произойти, если бы мы написали по бэму? У нас, например, в каком-то инпуте, где неправильное значение, мы там что-то неправильно убили, но подсветилось красным. У инпута добавился модификатор novalidate, например. То есть форма заполнена неправильно, и вот этот модификатор, в случае, если форма заполнена неправильно, он добавляется и добавляет там красные стили, красную рамку, тень или еще что-либо. Давайте какой-то пример. У нас, например, тот же input будет, да? Input. Изначально. Изначально это у нас... Сейчас, чуть-чуть не так, чуть-чуть не так, давайте. По-другому. Например, наш input будет в какой-то, например, футере. Наш блок — это футер. Наш блок — это будет футер. В футере у нас будет лежать элемент, input, текстовое поле. Это будет записываться так. Это у нас есть футер. Футер. Два нижних подчеркивания — input. То есть, таким образом мы записываем просто элемент, точнее, блок футер, а элемент, который находится в этом блоке — это input. Соответственно, мы пишем, что это футер input. Ну, например, да? Записываем элемент, который у нас лежит в блоке, записываем через два нижних подчеркивания. Хорошо. Изначально у нас обычный текстовый input. Ну, как вы его там себе представляете, обычный, да? Там, с какой-то, может, рамкой темной. Зачем тогда нам нужен здесь модификатор? Например, идет проверка у нас, правильно ли заполнены данные, и человек, и пользователь что-то ввел неправильно. Это уже, конечно, с помощью JavaScript у нас добавляется потом модификатор к input. Мы же должны как-то подсветить, что у нас неправильно введены данные. И тогда у нас в футер input добавляется модификатор. Он тогда будет выглядеть так. Мы записываем название нашего элемента, и через два тире записываем, например, например, no validate. Например, не прошел валидацию. То есть введенные данные у нас неправильные. Модификатор записывается... Мы записываем изначально название элемента, то есть он у нас в футер input. Далее модификатор записывается через два тире. Можно его записывать через одно, но я позже объясню, почему лучше писать так. Разные просто ситуации бывают, и чтобы сильно не путаться, можно писать так. Хорошо. Давайте, наверное, на примере сейчас будем что-то разбирать. Давайте, например, разберем какой-то простенький пример. Например, создадим... У нас будет блок, в котором будет располагаться кнопка. Так, код хорошо видно, да? Да. Хорошо. Создадим div с классом блок. Пока сильно не привязываемся к названиям. Мы создали непосредственно блок. Далее в этом блоке у нас находится элемент. Например, это будет наша кнопка. Button. Button мы назовем... Название button будет следующим. Блок. Два нижних подчеркивания. Button. Ну, и здесь напишем кнопка. Текст просто обычный. Это наш элемент. Хорошо. У нас есть блок, в котором... Блок div, в котором у нас находится элемент button. Окей. Давайте как-то это попробуем немножечко застилизовать, чтобы... Все это приняло у нас более-менее какую-то форму. Симпатичную. Изначально у нас просто есть кнопочка. Итак, давайте... Блоку, например... В наших стилях запишем блок. Сделаем ему DisplayFlex. DisplayFlex и JustifyContentCenter. И чтобы выровнять нашу кнопку по центру. Далее мы застилизуем саму кнопку нашу. Блок button. Блок button. Зададим ему background. Синий, например. Border Radius. Там 10 пикселей. И border просто none. А, ну и давайте зададим самой кнопке паддинги там по 10 пикселей, например. Сверху снизу 10, слева, справа по 15. Для сних. Я убираю. Блоку. Я убираю. Я убираю. Уберем рамку кнопки. Которая изначально есть. Хорошо. Посмотрим, что у нас получается. У нас есть какая-то кнопка. Предположим, у кнопки есть несколько состояний. Например, мы на нее нажмем один раз. Она в последующем может поменять свое состояние. Давайте другую ситуацию представим попроще. Вы верстаете сайт. Например, стиль кнопок везде одинаковый. Да, у них есть бордер радиус, у них есть паддинги определенные. Но, скажем, цвета у кнопок отличаются. Например, первая кнопка у вас идет синяя, потом вторая у вас идет желтая, третья идет красная или еще какая-то. Что в таком случае нужно сделать? Если у вас изначально большинство кнопок идут, например, синие, а одна из них отличается, мы для нашей кнопки можем создать модификатор. Для чего? То есть, чтобы не переписывать, не дублировать все эти стили, мы можем просто сделать для этой кнопки модификатор определенный. Просто задав его нашей кнопке, мы можем изменить какие-то определенные свойства. Например, первая кнопка у меня будет синяя, а другую я хочу, например, кнопка будет какая-то... Давайте запишем для начала блок-баттон. Запишем селектор блок-баттон. То есть, мы именно обращаемся к нашему элементу. А далее запишем для нее же модификатор. Мы запишем два тире и напишем, например, red, то есть, красная кнопка. Никаких отступов здесь нету. То есть, это один класс. То есть, мы просто таким образом записываем класс. Просто здесь мы прописываем стили непосредственно для нашего модификатора. И у модификатора будет свойство background-red, которое у нас перекроет предыдущее свойство background-blue. Хорошо. Давайте зададим наш модификатор, блок-баттон-red, нашей кнопке, которая у нас уже есть. Вот наш элемент, наш баттон с классом блок-баттон. И ставим пробел и добавляем еще один класс. Это и есть наш модификатор. блок-баттон-red. Сохраняем и смотрим. Наша кнопка стала красной. Ну, я думаю, это понятно почему. Вся суть лежит именно в понимании, что такое блок. Что внутри него у нас идет элемент. И мы добавляем какие-то модификаторы нашим элементам. То есть, так как кнопка у нас может быть синяя, красная, еще какая-то, возможно, она поменяет немножечко форму. То есть, вы сможете, да, там написать. У вас изначально идет блок-баттон, например, кнопка будет квадратная, а вам нужно сделать ее круглую. То есть, изначально у вас баттон square, а закругленная, например, rounded. И мы можем, давайте предположим такую ситуацию, что у нас кнопка изначально без border-radius, да, уберем свойства border-radius, посмотрим, у нас кнопка квадратная. И нам нужно сделать модификатор, да, мы запишем блок-баттон-rounded и запишем border-radius 10 пикселей. То есть, таким образом добавим этот модификатор нашей кнопки и получим... Что-то я сделал не так. Сейчас, блок-баттон, блок-баттон, а, border-radius 10 пикселей, и вот таким образом добавляем. И все, у нас получается вот такая же кнопочка. Просто сейчас мы сделали на примере, да, давайте сделаем, наверное, немножечко по-другому, чтобы стало более понятней. Распишем несколько ситуаций. Берем все классы, оставим обычный наш блок-баттон, да, из верстки. Оставим блок-баттон и скопируем вот этот наш блок с элементом, давайте три раза, например. Они у нас будут полностью идентичны, абсолютно. Единственное, нам нужны маржины хоть какие-то, потому что у нас все слиплось. Блоку, непосредственно именно блоку зададим маржин. Сверху, снизу, там по 20 пикселей. И вот такая картина у нас пока получается. Все элементы наши блок-баттон на данный момент одинаковые. Да, но мы уже всю эту ситуацию предположили. Мы, например, посмотрели макет, да, и знаем, что у нас есть кнопка красная, есть кнопка закругленная. Мы к этому подготовились. Мы прописали модификаторы для наших кнопок. То есть, да, мы изначально знаем, что у них там паддинги одинаковые, бордера нету. Ну, например, цвет отличается или какая-то кнопка у нас закругленная. Вот мы и берем, да, например, первый наш блок-баттон red, первый модификатор. И, например, у нас идет вторая кнопка красная. Да, и мы просто добавляем этот модификатор нашей второй кнопки. Хорошо, мы добавили и смотрим. Наша вторая кнопка стала красной. Хорошо. Также давайте используем третий наш модификатор. Второй блок. Блок элементу блок-баттон. А, мы все удалили. Да, мы все удалили. И, смотрите, у нас вот такой блок повторен три раза. Да. А определенным из них мы просто задаем модификатор. Да, да, все. У второго блока, во втором блоке у элемента кнопки у нас есть модификатор. Блок button red. Хорошо. Теперь добавим еще один наш второй модификатор. Это блок button rounded. Добавим третьей кнопки. Хорошо. Верну на код. Что мы здесь вообще натворили. Да. Мы создали независимый блок, в котором у нас есть элемент кнопка уже с парой модификаторов. То есть, сейчас это, конечно, выглядит не сильно привлекательно, но что мы можем видеть. У нас есть независимый блок. В нем есть элемент. И у элемента имеются какие-то определенные модификаторы. Давайте посмотрим на всю эту ситуацию с точки зрения, насколько это вообще нам понятно. Мы видим блок. Да. То есть, определенный диф с названием блок. Хорошо. Далее в этом блоке мы видим вложен какой-то элемент. У него это тег button с классом block button. Почему block button? Кто-то сейчас может ответить? Мы задаем блок. Да. Баттон у нас вложен непосредственно в этот блок. Соответственно, мы как бы говорим, что этот баттон это ребенок нашего блока. То есть, блок button. Баттон вложен в блок. Хорошо. Это запись всем понятна, да? Хорошо. Далее мы в стилях прописали для нашего блок button. Определенные стили. То есть, паддинги, бэкграунды, бордеры. То, что у нас будет повторяться. То есть, у всех кнопок есть какие-то стили, которые всем кнопкам нужно задать. Но есть, кнопочки, например, немножечко отличаются. Соответственно, мы задали те стили, которые нам нужны для всех кнопок. Но знаем, что кнопочки чем-то отличаются. Первый от второй. В данном случае у нас какая-то кнопка красная, а какая-то синяя. По-хорошему было бы, конечно, вынести бэкграунд тоже в модификатор. То есть, сделать только блок button и сделать модификатор блок button red и блок button blue. То есть, когда мы будем смотреть в коде на верстку, мы будем знать даже, да? Какого цвета у нас кнопка. Хорошо. То есть, когда мы заходим в HTML, мы видим, что это модификатор определенный. По его названию можем понять, что он делает, что он модифицирует. Возможно, можем понять, что он изменяет. Не всегда, конечно, но зачастую. Хорошо. Как мы видим, я эти блоки повторил. То есть, мы эти блоки продублировали несколько раз. И получили практически один и тот же результат. Только модификаторы влияют на отображение элементов. Хорошо. Итак, давайте будем смотреть какую-то, например, более что-то из реальности. То есть, это как бы все реально, просто это на таком, на легком уровне. На данном моменте всем понятно более-менее, зачем мы это делаем? Ну, отчасти да. Просто на данный момент такая конструкция слишком громоздкая. Не проще было, как тут мы бы хотим. Да, громоздкая. Но у нее есть свои плюсы. Ну, я понял, что это с утверждением на будущее. Да, хорошо. Ну, давайте, наверное, наши кнопки оставим пока есть отдыхать. Так, если бы я не делал комментарий, было бы чуть-чуть быстрее сейчас. И так, мы это закомментируем и оставим просто выше. В стилях, в принципе, можете все это дело оставить. Оно нам мешать не будет. Просто сделаем отступ побольше. Я на самом деле подготовил небольшой макет. И давайте попробуем сделать для начала навигационную панель по БЭМу. Итак. Создадим нав. Хорошо. Создадим нав. Итак, что у нас в нем будет? У нас в нем будет по стандарту логотип слева и справа наша навигационка. Давайте сделаем вот что. Давайте не нав здесь, а div. Div и зададим класс navbar. Хорошо. Это есть наш блок. Хорошо. В блоке может быть не один элемент. Их может быть несколько. На примере с кнопкой у нас был блок и внутри один элемент. Кнопка. На самом деле может быть несколько элементов. Вся суть в том, что и блок и элемент, они тесно взаимосвязаны. То есть блок по сути в БЭМе не может существовать без элемента. То есть все это тесно взаимосвязано. Давайте так. У нас идет логотип и сам nav. То есть это у нас будет два элемента нашего блока. То есть в блоке navbar я создам первый элемент. Какой класс у него будет? Navbar элемент 1. Нет. Navbar logo. Navbar. Далее что у нас идет? Navbar logo. Да. Мы создали элемент в нашем блоке navbar. То есть мы сразу видим, что это элемент navbar logo, элемент нашего navbar. А именно это лого. Хорошо. Далее у нас за ним будет еще один элемент. Это именно непосредственно вся наша навигация. Navbar. Но nav у нас будет это сокращенно, немножечко тавтология. Это может быть меню. Либо navigation. Ну, давайте используем меню. Navbar меню. Хорошо. Блок в нем два элемента. Есть, да? Хорошо. В лого у нас будет логотип. В navbar меню. Кстати, в navbar меню можно было не дивом сделать, а тегом nav. Это было бы правильнее. То есть, в navbar меню у нас не дивами заверстаем, а nav. Чтобы было понятнее, что именно здесь у нас меню. Хорошо. А теперь такой вопрос появляется. Нам в navbar меню нужно добавлять ссылки. Да? Да? Нет. Еще один. В bar меню. А как модификатор? Пописывать. То есть, мне нужно сделать вот так, да? Так, navbar меню. Link, да? Вот так? Теперь посмотрим выше, где наши модификаторы. У нас есть блок button. Давайте я раскомментирую, чтобы было понятнее. У нас идет блок button, элемент. Это наш блок, это наш элемент. А у элемента есть модификатор. Да, сейчас мы до этого дойдем. То есть, модификатор у нас шел именно у нашего button. Вернем это в комментарии. Вернемся сюда. Навбар меню еще. Навбар, вместо меню поставим. Ну, у тебя, навбар, две четкие меню, и, кстати, нижние две, и следующие. Можно делать так вот? Хорошо. Давайте. Насколько я правильно понимаю, ссылки являются элементом блока. Ссылки являются элементом чего? Навбар меню. Правильно. То есть, у нас есть блок навбар меню. Непосредственно меню. А ашки – это именно элементы нашей менюшки. Правильно? То есть, если, исходя из того, что это наш блок, меню, да, ссылки, как мы будем называть? Меню, да. Это что такое? Меню и, да, например, item. То есть, элемент меню. Да, давайте штучек пять сделаем, не критично. Хорошо. Хорошо. Есть, да? Теперь, так, посмотрим, что у нас сейчас отрисовывается вообще, какая картинка. Никакая. Нам нужно в нашем навбар выровнять логотип и ссылки DisplayFlex, JustifyBitWinContent, ну и какую-то базовую стилизацию сделаем. Изначально у нас идет блок навбар, в нем два элемента, лого и меню. Мы обратимся к классу навбар, ему зададим, опять-таки, DisplayFlex и JustifyContentBitWin. SpaceBitWin. Также нашему навбару зададим немножечко паддинга. Хорошо. На этом с навбаром, с блоком у нас все. Далее у нас, что более требует стилизации, это навбар меню. Барменю. На барменю. А, или оно нам не надо сейчас. Да, оно нам, наверное, не нужно. Ну, давайте просто его отделим как-то, просто ему border, например, зададим. Хорошо. И далее у нас идут сами элементы менюшки нашей. То есть, меню, item. item. И меню, item мы сделаем, textDecorationOn, color. Например, такой. И сделаем, чтобы паддингов там по 5 пикселей хотя бы. Акطингу вahни. Акطингу вон. Стрель. Реклама. Ура. 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 хорошо предположим у нас есть активная ссылка как мы этого можем добиться у нас есть ссылка у нее класс меню item и нам нужно как-то выделить что она активная можем добавить модификатор перепроверь чтобы не было вот так точки запятыми проверить хорошо и например какая-то из этих ссылок у нас активная предположим там первое каким образом мы это можем реализовать ну например как-то она выделяется из всех активная ссылка именно та страница на которой вот так давайте запишем меню item и запишем модификатор active на практике в более часто применяются модификаторы состояний они определенных стилей то есть bootstrap и мы можем встретить там текст но не red а там text danger text там success например success успех зелененький danger красный да там ну то есть какие-то ассоциации такие то есть можно написать например меню item он у нас выделяется красным и написать меню item 2 подчеркивание red да если красным но лучше всего использовать active то есть разработчик когда другой например будет сидеть смотреть он будет понимать что это модификатор для активной ссылки они просто там разработчику захотелось сделать красным то есть он будет понимать что это активная ссылка то есть так будет правильней хорошо возьмем этот класс и зададим ему определенные стили у нас все было aqua сделаем я не знаю какой-нибудь давайте сделаем сейчас давайте фон сайт увеличим немного фон сайз 1 и 2 рем и color сделаем темный какой-то блу например и посмотрим то есть да как-то немножечко наша да давайте наверное правильнее было бы сделать бордер ради бордер задать 1 пиксель solid например выделили активная не так важно сейчас стилизация до больше понимание самого материала так что сейчас сильно заморачиваться не будем по поводу стилей хорошо это у нас есть так давайте дальше что-нибудь сверстаем например как мы видим кнопки да раз у нас идет кнопка два не везде у нас принципе одинаковые это независимый компонент то есть определенный модуль который мы можем брать из одной части проекта переносить другую и он ни на что в целом влиять не будет то есть это такая отдельная часть мы для нее написали стиле мы для нее подготовили разметку и можем ее где угодно использовать давайте все таки будем подготавливать я хочу чтобы на этот проект все таки весь сделали на б но естественно не за сегодня просто будем по каким-то упросту и начиная с простого и понемножечку усложняем давайте для начала подготовим нашу кнопку так вот это наверное давайте закомментируем если вдруг назовем то есть первые стили для кнопки закомментируем если вдруг там назовем так так же как то название классов чтобы у нас не было никаких конфликтов до стилях именно ну и в верстке у нас вот эти кнопки также закомментированы хорошо и так давайте запишем комментарии и напишем батон здесь мы будем понимать что у нас здесь стиле для кнопки так как здесь будет много css лучше будет писать комментарий хорошо давайте посмотрим какая у нас кнопка идет она везде у нас одинаково у нее есть бордер маленький бордер радиус паддинги текст и что предположительно это то что при наведении скорее всего вот эта кнопочка будет заливаться таким цветом какой цвет текста а цвет текста будет меняться на белый возможно давайте сделаем так и так а вот эти ну мы сможем менюшку нашу застилизовать потом просто ну то есть сейчас или у нее сильно нет но мы можем застилизовать просто да хорошо не новые и оставляйте все равно то есть она нам понадобится хорошо не так с набором мы здесь пока закончили и сделаем нашу кнопку на это у нас будет баттон создадим например так это у нас будет раз кнопочка смотрите здесь немножечко может быть спорная ситуация на самом деле потому что как мы видим здесь у нас идет блок а или нет а нет принципе нет не спорт да и так давайте создадим так мы делаем кнопку давайте это будет наш не пропашь это у нас может быть давайте это будет у нас например btn тире в раб то есть обертка для нашей кнопки для чего она нам здесь нужно чтобы просто выровнять ее по центру то есть это блок в котором будет находиться наш элемент непосредственно кнопка то есть с помощью btn в раб мы зададим дисплей флекс и соответственно отцентрируем ее а кнопка у нас давайте будет не ашка давайте пускай будет баттон в принципе похоже все на то что мы делали перед этим и пусть это будет btn в раб они два нижних подчеркивания баттон или можете использовать более сокращенную запись вместо баттон записать btn то есть это нормально для чего я говорил вам использовать вот такие модификаторы то есть два тире не знаю просто в бэме есть вы сможете потом дома почитать есть скажем так пару вариантов как можно писать по бэму то есть для кого-то удобнее написать модификатор с одним нижним подчеркиванием и например там red а для кого-то удобнее через два тире ну мне например удобнее через два тире писать то есть возможно вам будет удобнее писать вот так вот то есть да ну я лично использую два тире мне сразу так понятнее что это модификатор да поэтому но никто не запрещает использовать такую запись то есть это уже на как вам удобней хорошо блок btn в раб в нем элемент btn хорошо текст у нас там определенный какой-то текст а кстати ребят photoshop у всех есть проверьте посмотрите пожалуйста у кого кто со своими ноутбуками у вас всех есть photoshop просто просматривать psd макет там шрифты такое хорошо нету ладно не сейчас ребят сейчас не надо я просто спросил то на компакте что поставим и так давайте застилизуем наш битин в раб зададим стиле для битин в раб у нас будет дисплей flex джасти фай контент центр хорошо далее элемент наш битин в раб битин давайте зададим определенный вид там например 200 пикселей далее мы зададим ему паддинги какие у нас здесь паддинги сверху снизу у нас 14 пикселей слева справа у нас 15 ну давайте по 15 в принципе одинаковое везде разницу в один пиксель никто не заметит поэтому можно схитрить далее зададим border border у нас идет в один пиксель ставил solid цвет сейчас скажу вот такой цвет ну да вот это неудобно что у вас нету фотошопа а так бы у вас был и также у нас есть border radius в два пикселя где-то хорошо также у нас текст transform апперкейс да и что у нас еще давайте посмотрим так 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 16 пикселей а фон сайз 16 пикселей а еще color такого же цвета как цвет рамки это все верхнем регистре буквы а что нам нужно еще это состояние ховер для битин в раб битин запишем ховер а давайте еще наверно битин в раб битин зададим транзишен транзишен там 404 секунды из хорошо ну и здесь мы поменяем наш а еще забыл у нас по моему нам нужно задать background ребят background зададим transparent то есть фон кнопки у нас будет прозрачный изначально а а при наведении наш бэкграунд станет в цвет вот этот вот цвет текста и при наведении мы скажем так меняем местами то есть рамка и текст у нас идут вот этого цвета а при наведении у нас фон заливается цветом этим а текст становится просто белым рамка какая была такая же остается у нас только background меняется и цвет текста да при наведении да при наведении больше ничего нет а вам не видно я понял уже нужно ребят печатать быстрее понемножечку понемножечку на тренироваться и не продать писать я когда учился сколько не пытался вот это слепая печать много учился тренировался там рекорды по по скорости набора сажусь код писать скорость не работает как-то но не не перенимается а честно когда пишешь код у меня лично так именно когда подпишу то есть ну и сокращение тоже да все равно чем больше дна просто практиковаться побольше хорошо есть да ребят что у нас на выходе вот такая красивенькая кнопочка замечательная единственное что и не хватает кто подскажет да это важно человек при наведении на элемент должен понимать что на него можно нажать нам курсор нужно добавлять ребят не на ховер а просто для btn в раб ну то есть просто для элемента добавить курсор pointer да и все есть у нас наша кнопочка отлично так хорошо теперь мы в принципе можем эту кнопочку да у нас есть отдельный кусочек стилей в чем еще да как бы преимущество бэма есть кусочек стилей мы можем его взять можем взять кусочек нашей верстки и спокойно ставить другой проект и она там будет работать потому что вся нужная разметка и стили у нас есть для того чтобы элемент вел себя именно так то есть наведение центрирование для этого у нас есть блок в котором лежит кнопка в котором он выравнивается то есть в классе в блоке btn в раб наш баттон выравнивается по центру куда бы мы его не вставили даже если у нас была бы тут колонка на пол экрана мы вот в конец колонки вставим нашу кнопочку она в этой колонке будет по центру хорошо кнопку мы застилизовали состояние я так предполагаю у нее больше никаких не должно быть единственное просто в ней будет меняться текст и все так ничего не должно больше происходить единственное что я думаю хотя ладно это если что потом подправим а и так что у нас здесь есть давайте сделаем наверно первый экран первый экран у нас по факту должен быть слайдер слайдер мы делать не будем просто готовим верстку наверное больше по практикуемся по бэму а и так есть навбар есть баттон наши компоненты навбар мы спокойно сможем вот он наш навбар мы его спокойно сможем интегрировать там в любую часть нашей верстки также и кнопку что нам нужно нам нужно заготовить наш хедер в котором будет картинка на бэкграунде далее в него поместить наш навбар далее доверстать текст кружочки а ну и естественно у нас здесь есть определенный контейнер да давайте этот контейнер примерно измерю он у нас примерно что он маленький 955 ну ладно пускай 955 и так в стилях стилях давайте это зададим сделаем враг врагу мы сделаем макс вид конечно это маленький макс вид давайте в тысячу пикселей сделаем все таки марджин 0 auto и можно задать небольшие паддинги слева справа там по 20 по 15 пикселей давайте хорошо то есть вот этот класс в раб это будет как наш такой своеобразный контейнер мы можем сделать даже вот что так а что а что не так что то не так сейчас ребят зададим комментарий main styles то есть это такой вспомогательный наш контейнер далее разделим да у нас дальше идет стилизация навбара для навбара мы напишем навбар естественно хорошо так навбар у нас это элемент нет нет это так он у нас будет в хедере соответственно изначально мы зададим стили для хедера только после хедера у нас должны быть стили навбар то есть мы будем писать по порядку сейчас чуть-чуть порядок нарушили но сейчас все это дело восстановим и так раньше мы могли написать вот таким образом до хедер записать тег и обратиться к тегу непосредственно а если придержится методологии бэм то мы не имеем права использовать обращение в селекторах по тегам то есть мы должны использовать только классы то есть все наши обращения к элементам это только лишь класс даже айдишки вообще ни в каких случаях не позволяются почему айди это уникальный идентификатор он на странице используется только один раз соответственно вся идея бэма это переиспользование то есть мы можем в любой момент взять ту же заготовленную кнопочку использовать ее еще раз если бы у нас у кнопки был айдишник мы бы не смогли ее переиспользовать потому что два идентификатора айди вот этих недопустимо на сайте соответственно мы используем только класс хорошо в верстке мы можем записать например хедер и ему ну то есть использовать все все те же теги но нам придется создавать все таки класс для для этих тегов ну вот мы создали наш хедер и зададим ему класс как ни странно хедер хорошо что у нас у этого хедера есть скорее всего это 100 vh но на сто процентов быть уверенным что у него всегда будет 100 vh мы не можем соответственно соответственно мы зададим вот что мы зададим минимальную высоту в 100 vh в чем суть этой записи кто-то сможет объяснить да правильно то есть если мы минимум ставим 100 vh но если в каком появится такая ситуация что у нас контент вылазит да не помещается в 100 vh зачастую это на телефоне а то у нас не будет не знаю замечали ли вы такой эффект или нет давайте я покажу то есть хедер у нас мин хейт 100 vh я ему задам background цвет там какой-нибудь и теперь я в этот хедер что мне сделать нужно а стоп у нас сейчас я ребят обнулю для боди маржины и сделаю для всех бокс это вам тоже не мешало бы сделать так как у нас нету сейчас нет стропа хорошо и так вот мой хедер мин хейт 100 vh а я задам ему просто хейт 100 vh эффект один и тот же теперь я в хедер так помещу например давайте сделаем максимальную заполним лором на 100 ага и как мы видим контент у нас не помещается в хедер наш серый он вылазит но высота хедера заканчивается вот 100 vh чуть спускаем все то есть эти 100 vh остаются но контент вылазит и он будет налазить на все последующие секции в этом то и проблема что в основном на пока у нас все помещается но когда мы начинаем уменьшать текст переносится и появляется вот такой вот перенос чтобы это исправить мы записываем мин хейт то есть минимум 100 vh текст не в лес ничего страшного мы растянемся под контент ну конечно прям вот такого случая не будет но не надо это уже не хедер это уже все да окей и так у нас есть такая вот картинка давайте с картинками все таки в следующий раз это сильно бледный будет так и нашему хедеру зададим свет определенный можете в палитре зайти в браузере выбрать себе цвет какой хотите тут просто хедер с классом и так в хедере хедер это наша такая своеобразная секция в которой у нас должен идти в рапер давайте это сделаем хедере наш враг а уже непосредственно в враг мы поместим наш навбар мы берем весь навбар который мы заранее сделали и вот эту конструкцию в хедер в блок враг помещаем наш навбар нет навбар это отдельный у нас блок кнопка тоже отдельный у нас не взаимосвязанно находим див с классом навбар полностью его берем и переносим в наш хедер в в нем есть еще один див с классом прав вот все вот у нас одна на доске все есть как мы все это перенесли сюда то есть у вас это у меня свернутая версия просто показываю до кнопкой кнопка ниже мы ее просто возьмем потом и поставим туда куда нам нужно нужно в этом всем ориентироваться потому что это самый маленький перенос который мы делаем все взаимосвязано нельзя просто сказать спасибо бэму и он нам поможет да но просто этот принцип который именно вся эта методология стиль написания классов и и только классов до поэтому весь подход такой морг можно добиться ровно того же без написания вот этих классов такие да то есть опять таки и когда вы через проверста эти на бэме несколько сайтов вот закончите полностью там все блоки все это так сделайте тогда у вас появится какой-то опыт какое-то понимание и вы поймете этого по душе или не по душе то есть это не обязательно это один из подходов да да поэтому хорошо с этим ребят справились да итак посмотрим что у нас получается у нас есть контейнер и меняем масштаб видим в нашем хедере есть на вбар точнее сначала в раппер потом на вбар далее у нас идет текст h1 это наш h1 и так на вбар мы сворачиваем нам на вбар не нужен дальше вот он наш в раппер контейнер наш в нем мы создаем еще один опять таки когда мы пишем по бэм не обязательно все не обязательно все писать по бэм вы можете сделать кнопку по бэм и оставить ее а все остальное там если вам не пригодится да можете не писать по бэм то есть если у вас один заголовок на странице да и это вот у вас одна страница вы можете просто записать до headline и все это будет ваш заголовок то есть никто вам по рукам ведь не будет это нормально да да давайте так и запишем только извиняюсь не див это у нас h1 опять таки так как к тегам обращаться мы не можем нам приходится задавать классы h1 класс хедлайнов у нас может быть в принципе несколько соответственно мы можем сделать привязку к хедер так как h1 у нас только в хедере может быть и скорее всего это наша единственная страница соответственно мы можем сделать вот что записать все таки здесь как мы это правильно сделаем в принципе в принципе можем просто сделать headline например обозначить что он у нас главный он у нас один можем записать например main headline то есть так как это единственный наш такой заголовок до большой мы задаем ему класс main headline и какой-то суда текстом окей берем этот класс мы застили завали хедер далее мы застили завали на в бар далее у нас идет баттон до баттона мы не дошли это скорее всего наш отдельный компонент мы пока сделаем отступ и сюда мы добавим наш после стилизации навбара добавим main headline и надо было сделать вот так конечно здесь наш стилизации навбара закончились здесь наш заголовок main headline и там фонсайз ему три рема например хорошо что у нас идет далее у нас идет маленькая полосочка вот она синенькая это я покажу сейчас в верстке так после h1 кстати вы наверное его даже использовали я думаю hr может кто-то находил уже такой элемент посмотрим как он выглядит для тех кто не знаком нам еще текст надо центровать наш заголовок то есть hr это непосредственно вот эта полосочка то есть принципе можно ее использовать но опять таки у нее есть преднаписанные какие-то стили давайте посмотрим это у нас так дисплей блок бордер причем инсет ребят все с бордерами разбирались разницу в инсет аутсет да то есть они немножечко у нас отличаются ну то есть если это solid как мы пишем это сплошная линия мы задаем цвет давайте я покажу пример на кнопке вот наша кнопка бордер у нее на данном этапе solid давайте я например задам инсет как мы видим верхняя и левая рамка они темнее а правая и нижняя светлее то есть такой некий эффект но надо сделать наверно чуть потолще чтобы было заметно видим до разницу соответственно в макете нам нужен solid то есть просто сплошная линия одного цвета так как в hr у нас бордер ставил инсет он нам в принципе не подходит по-хорошему можно было бы вообще это сделать самому давайте все таки наверное перерисуем перерисуем почему два пикселя кстати не могу понять бордер ведь а все я понял давайте все таки сделаем этот элемент отдельным дивом потому что нам hr этот не подходит у нас ширина вот этого вот этой полочки должна быть в один пиксель ну в общем hr чтобы просто вы были знакомы и так создадим элемент наш line принципе и все все что нам нужно это его застилизовать берем наш класс line после headline мы обращаемся к нему и делаем давайте что-то интересное придумаем так какая у нас у него ширина сейчас я сейчас я включу ребят 50 50 пикселей 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 ширина пускай будет такая вид 50 пикселей хейт у него будет один пиксель и бэкграунд у него будет такой как у кнопочки цвета у нас повторяются а кстати в данном случае можно было бы попробовать использовать переменные давайте уже вынесем их чуть позже хорошо line background что нам еще нужно нам нужен нужно отцентрировать его с помощью нашего марджин 0 а да забыли забыли main headline текст line центр а что цветом а до белый-белый-белый-белый-белый-белый сейчас все будет ар specie вот ффффффффффффффффффффффet dins с bers смотрим что у нас получается дамы чемпионы все очень хорошо так далее у нас идет пешка так далее у нас идет пешка давайте просто в ней лор им какой-нибудь зададим и зададим класс в данном случае это текст нашего хедера принципе мы можем сделать хедер текст он конечно не является прямым потомком это не очень хорошо запишем так и нашему хедер текст применим текст line-center тогда мы не сможем сделать background картинки хорошо опять-таки ребят единственное что здесь важная да на самом деле вот это отчасти нарушение методологии б но почему все таки я это написал переиспользование скажем да какой-то ценной пользы именно пользы действительно настоящий мне не принесет это переиспользование да если бы я соблюдал то есть по факту вот этот хедер текст должен лежать на уровне с в раб то есть чтобы я мог здесь написать хедер текст вот это было бы правильно да но так как это у нас не какая-то часто используемая не какой-то часто используемый блок в принципе можно записать так да или или здесь воспользоваться тире наверное я думаю так было бы правильней то есть использовать хедер тире текст вот а непосредственно такую запись там где нам на сто процентов мы можем быть уверенным что применим применим б то есть хедер вот он наш хедер здесь хедер текст все хорошо и хедер тексту задали текст line center и вот что у нас получилось и что я еще заметил текст у нас все таки здесь 768 из примерно 80 процентов макс ведь 80 процентов все таки давайте наверно не макс ведь а просто ведь тогда маркин добавим марджин 0 аута ну и сверху отступ сверху отступ у текста марджин сверху снизу давайте тогда 15 рем сделаем на самом деле рем это относительная единица вот ем и лично я вообще не использую то есть я использую это только рем то есть это я знаю они пляшут сто процентов от 16 пикселей то есть они всегда один рем это 16 пиксель 16 пикселей вот и то есть примерные расчеты в пикселях сразу у меня в голове если я беру рем рем так как есть заголовки да например рядом с заголовками с текстом отступы но в основном я задаю время если нужно задать какой-то большой точнее маленький да но скажем это так можно написать так можно написать пикселях можно написать время то есть ты можешь писать всегда на ремах кто-то может писать всегда на пикселях кому как удобнее я их немножечко комбинирую если это контейнер то мне легче написать 15 пикселей чем вспоминать сколько время ну то есть зависимости от ситуации так и то есть да ребят хорошо так у нас может быть уже перерывчик давайте отдохнем немножечко выше . 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 Не получается, что там? Я где-то сушить. Я сейчас разберусь, спасибо. Лучше я сам. И я тогда лучше. Сейчас, секунду. Хорошо, давайте для небольшого нашего ускорения сделаем нечто интересное. Так, что нам для этого потребуется? Мы подключим сетку Bootstrap и только. То есть, она нам будет помогать расставлять наши блоки. Но именно сами компоненты Bootstrap мы подключать не будем. Как мы это сделаем? Мы зайдем на сайт Bootstrap. Заходим. Так, далее нам нужно скачать Bootstrap. У кого скачан? Хорошо. Именно если скачан. У меня не скачан, я скачиваю. Так. Итак. Переношу Bootstrap в папочку мою. Да. И из него нам нужен GridMin. И так обычно? Да. Просто подключаем наш кусочек. Хорошо. У нас есть теперь GridMin. На всякий случай, ребят, если вы там смотрите, у вас что-то не работает, открывайте Head прямо в браузере. Находите ваш линк и там, где именно ссылка, правой кнопкой Open New Tab. И если у вас показывается код, то есть файлик, значит файлик подключился. Просто может быть такое, что, например, если CSS там еще один убрать, нажимаем Open New Tab, файл не найден. То есть, чтобы вы знали, например, там ссылка неправильная или файла нет у вас. Хорошо. Возможно, давайте все-таки переведем в порядок наш первый экран, непосредственно наш Navbar. Активная ссылка у нас выделяется вот этим цветом синеньким, а остальные у нас белые. Хорошо. Давайте зайдем в наши стили. В первой ссылке нам уже применен класс Active, соответственно, нам нужно просто это все застилизовать. Посмотрим, что у нас есть. Находим наши стили Navbar. Так, для Navbar у нас все остается прежним по каместь. Так, Navbar меню. В Navbar меню у нас идет Border. Нам этого не нужно. Нам этого не нужно. Соответственно, по каместь мы это убираем. То есть, мы полностью класс Navbar меню убираем из стилей. Ну, можете просто убрать свойства, если там захотите что-то поменять. Итак, далее у нас идут меню Item. То есть, наши элементы навигации. Цвет у них изначально текста белый. Сейчас я скажу, что у нас здесь по паддингам. По паддингам у нас здесь 12. То есть, слева справа по 12. Сверху снизу. Давайте сверху снизу тоже пусть будут по 12. Потому что... В чем суть паддингов? Паддинг дает нам высоту блока. Соответственно, когда человек будет наводить на ссылку... Вот непосредственно выделена наша ссылка. Да? Красным сейчас. Если бы у нас не было паддингов сверху и снизу, у нас высота элемента была бы... Да. И то есть, человек бы мог класснуть выше и не попал бы на ссылку. Наша задача, насколько это возможно, упростить пользование человека. То есть, использование этого интерфейса. То есть, даже если он там почти не попал, да, все равно, чтобы у нас отработалось. Ну, опять-таки, насколько это возможно. Соответственно, просто зададим паддинги. Давайте сверху 10 пикселей пускай будет. Я думаю, так нормально будет. Ну, да. Хорошо. Далее. Активная ссылка. Меню. Айтем. Модификатор. Актив. Бордер нам не нужен. Фонт сайз, соответственно, также. И колор мы можем взять, например, из лайн. Необходимый нам колор. Единственное, что я забыл, это фонт вейт. У нас должен быть где-то 800. Кстати, без шрифтов должен отработать. Меню. Айтем. Мы зададим еще фонт вейт. Актив. Модификатору. Эктив. Колор. Поменяем. А, и они у нас также. text transform uppercase. То есть, меню. Айтем. Давайте еще. Так. шрифт у них тут по моему поменьше должен быть до 13 пикселей давайте еще зададим фонд сайс 13 хорошо и так смотрим на результат хорошо отлично так что у нас идет далее кнопочка наша сразу за текстом находим нашу кнопку да весь блок битин в раб берем весь этот блок и помещаем за хедер текста почему до этого она у нас я попробовал что мы сейчас не управляем да я включил когда я спрашиваю все теперь не спрашиваю не спрашиваю не спрашиваю не спрашиваю есть да и так теперь нам бы неплохо было все это выровнять по центру по центру нашего хедера я бы мог наш h1 в общем все это содержимое поместить в отдельный див и уже расположить его по центру правда как мы это сделаем лучше давайте сделаем для начала найдем наш h1 и начиная от него вместе с кнопкой h1 line header text и btn мы это сейчас все вырезаем и поместим в новый блок это будет наш хедер контент то есть контент нашего хедера и поместим все в этот блок хедер контент так так все все вот все 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 так сейчас я кое-что проверю так убав набор федер контент и сто процентов не хочет и бабра по нас не сто процент да а так а можно в принципе воспользоваться абсолютным позиционированием в таком случае давайте сейчас проверю по-быстрому сработает это так как нужно ли не нет мы там и просто чтобы отцентровать как в принципе все в общем пациент по липу с клиенту здесь и текст у нас немножечко соблющился хорошо нам придется немножечко кое-что доделать давайте хедер контент хендер контент нам нужно больше что добавить так смотрите в хедер контент мы добавим в раб сейчас объясню почему да то есть хедер контент вот этот в раб который мы использовали какие у него свойства него есть max with марджин 0 auto и все по моему да ну и небольшие по 1 хедер контент мы добавим наш враг а во враг ну весь контент все все так же самое просто дополнительная оберточка зачем это чтобы у нас остался наш контейнер чтобы содержимое не вылазило за пределы почему почему она может вылазить потому что хедер контент у нас мы его сейчас позиционируем абсолютно давайте найдем у нас есть на бар хедер хедлайн после класса хедер запишем класс хедер контент вот h1 потом девлайн с классом line ps классом хедер текст и полностью вся кнопка и все и все это мы помещаем вот дипс классом хедер контент в нем есть в раб и мы именно в этот враг все это содержимое помещаем который внутри хедера на бар перед ним подъезда 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 Так, теперь мы тут все. на теперь задаем нашему хедер конка позиция абсолют топ 50 процентов в 50 процентов далее transform translate минус 50 процентов минус 50 процентов и проверяем я перепутал так перепишите пока стиле я перепутал на было наоборот сделать не в хедер контент в раб поместить а в в раб хедер контент чтобы она отработалась стиле перепишите сейчас вертку подправить да 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 а в хедер контенте все содержимое этаж один классы можно поменять ребят в раб ставите там где хедер контент хедер контент на место в раб ведь они местами поменялись просто сейчас все это проверим так и теперь хедер контент ведь сто процентов да и хедер контенту мы задаем еще вид сто процентов да в этом и суть просто когда мы абсолютно спозиционировал а да и листу ребят что-то я извиняюсь одну секунду не 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 можно было намного проще сделать давайте я проверю так хедер контент абсолют у нас есть в раб сейчас давайте я очень быстро все это сделаю на примере меня сейчас за мной не повторяйте да так тестово хедер контент это мы оставляем смотрим ухты кнопочкой залазь откуда-то так сейчас так это есть это есть и единственное нам нужно опереться набрав почему в авра а у нас за чего здесь нет тогда единственное что нам нужно поправить это translate по иксу на минус 50 и все и по почему не отработались на на 50 процентов враг у нас ладно оставим так ребят смотрите у нас есть контейнер нам нужно центровать вот это все содержимое когда мы его начинаем центровать с помощью позиции на абсолют ему нужно что-то опираться что значит а что-то опираться то есть наш позиции на релоте да я думал задать позиции на релоте в вот последний раз бавра то есть все было бы так же самое из сто процентов сто процентов ширины хедер контент отработалась не на ширину экрана а на ширину в раб так как его максимальная ширина тысячи пикселей но проблема в том что в раб скажем так не видит хедер контент потому что он у нас удалился из потока то есть если бы я хедер контент если бы в раб у меня был в ширину высоту экрана но то есть давайте хейт 100 вяжь то тогда бы это отработалась то есть нам грубо говоря нужно в раб еще и хейт 100 вяжь задавать отдельно стайл что за режим проблема что нужно отдельно сделать хотелось покороче записать так ладно давайте поступим не очень красивым образом так как я сожалению сейчас не могу сообразить свежую мысль кто-то сейчас будет радоваться потому что потому что вставил мы зададим хейт 100 вяжь это плохо но давайте таким образом мы сделаем и помимо этого в стилях именно в css в рабу зададим позицию на лоте то есть здесь мы пропишем хейт 100 вяжь а именно в стилях в рабу мы зададим позицию на лоте это на самом деле не тот случай просто серьезно я не могу сейчас генерировать правильное решение прям в рабу да кто скаканулся кто скаканулся сейчас мы подправим это дело в стилях найдем наш хедер контент и translate поменяем на translate x со значением минус 50 и все должно быть так что такое сейчас а сейчас так да да у вас хедер контент обернут на данный момент в в раб да нужно это исправить и просто записать хедер контент да 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 какая неприятная это первая секция то есть у нас просто остается хедер контент без в раба вообще здесь на бэкграунде должен быть слайдер красивый без вот этого всего ну ладно вот здесь надо да 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 тогда допишем так 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 хедер контент все-таки вернем на значение его какое было translate по x и по y тогда наконец-то все станет по центру до 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 лет с до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не работает? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо Хорошо Так, ну и что у нас осталось? Ну, в принципе, там какие-то кружочки Мы тогда лучше не будем делать Да, это тот же слайдер Так, с этим у всех получилось? Да? Хорошо, ребят, ну, на сегодняшнем уроке мы познакомились с Бэвлом А мы, кстати, не подсоединили Вот страп только сетку мы подсоединили Не успели еще воспользоваться? Вот этот проект, ребят, если хотите что-то доделать, лучше сделайте копию Потому что на следующем уроке мы будем писать дальше То есть если вы хотите здесь что-то потренироваться, то скопируйте его отдельно, потренируйтесь Ну что, он так и остался Дальше будем дописывать, чтобы ни у кого не было там чего-то дописанного своего Хорошо? Да, можно вопросы, ребят, по Бэму? Какие есть? И по Бэму Это подход, да Можно по-другому писать Скажем так Вы не сможете сказать потом, что я пишу по Бэму Вы скажете, я пишу по-своему Вот Но именно по Бэму это в таком стиле писать Это не библиотека Это просто стиль написания кода, скажем так Но не только для себя, но и для других разработчиков И в целом вам помощь, потому что вы будете писать не все взаимосвязь Ну, грубо говоря Да Но по сути, без того мы обвиняем всех доклассов Мы можем их не использовать Улучшается, да Да Оно То есть Можно Понимаете, ребят, вы можете писать на по Бэму И каких-то правил не придерживаться Вас никто не наругает Ну, прям вот сильно До этого нужно как бы прийти Да, да Вам скажут, нужно то четко по Бэму, четко так Ну, это если вы в Яндекс пойдете Это да, да А так, если в любую другую компанию То ничего страшного Он вам не скажет Бэм? Нет, просто главное, поняв Как по Бэмам писать Вы для себя начнете опять-таки Выискивать какие-то моменты Как вам удобнее это делать И в итоге у вас там свой Бэм какой-то появится Как вам удобнее Главное, чтобы это было читабельно Чтобы можно было понять, что в коде происходит Еще вопрос есть? Уже можно еще одна музыка? Давайте Сетка вот эта, которую мы подключили Это мы используем просто в качестве колонок Вот это вот все мы можем использовать, но нету стилей Да, да, да То есть мы можем использовать спокойно колонки Для стилей Стилей есть, для колонок Прописывать будем Мы просто взяли сетку На основе которой будем расставлять блоки Какие возможности ли кого-то забывать Спасибо Кол МД, кол СМ, кол Ну да, все вот это Роу, контейнер А дисплей флекс, по-моему, там нет Я не помню, кстати, сейчас я скажу до свидания дисплей флексы есть justify контент марджины и падинги есть да да ну то есть вы прописываете вам выделяется то есть желтеньким дисплей md flex дисплей flex да самих компонентов нет